Эфиры телеканала СТВ продолжают новости спорта. Здравствуйте! В четверг белорусские спортсмены продолжили коллекционировать медали на европейских играх в Баку. Так наша медальная копилка пополнилась золотом, двумя серебряными наградами и бронзой. Василий Кириенко по ходу индивидуальной разделки был единственным, кто преодолел дистанцию быстрее, чем за час. Золото европейских игр стало одной из самых ценных наград в коллекции нашего велогонщика. До этого на топ-форумах ему покорялась лишь бронза чемпионатов мира. В велоспорте Кириенко знают как скромного и работоспособного парня, настоящего трудягу, способного тащить за собой при необходимости весь пелетон. Василий умеет держаться в тени и пахать без устали. За это его и ценят в Sky. Но Кириенко вполне может и блеснуть индивидуально. Меньше месяца назад он стал лучшим на этапе джиро детали именно в индивидуальной разделке. И вот сейчас золото европейских игр, которое стало заслуженной наградой за многолетнюю работу. Прозвучал последний аккорд вольной борьбы на бакинских играх. Заключительной стала схватка в самом зрелищном супертяжелом весе, где белорус Алексей Шимаров противостоял турку Тахе Акгюлю. С первых секунд пошла жесткая схватка крепких богатырей. Соперник уже в дебюте грамотно сбил с ног белоруса. А к концу первого периода он так удачно подловил Шимарова, что судьи отдали очки именно турку. Наш борец пытался сопротивляться, но все попытки оказались тщетными. Разве можно упрекать Алексея за поражение в финале, если по ходу всего турнира он боролся просто замечательно и в итоге завоевал серебряную медаль европейских игр. Анна Марусова, Екатерина Тимофеева и Алена Толкач. Эти фамилии вряд ли хорошо знакомы любителям спорта, но коллеги по цеху в стрельбе из лука их опасаются. Так что выход в финал Евроигр не представляется такой уж сенсацией. В главной дуэли нашему женскому трио противостояли итальянки. Они законодательницы мод на континенте. Ключевым в медальной схватке стал третий сет. Набрав по два балла, белорусские вполне могли развить преимущество, но ничья и больше итальянки шансов не оставили. Тем не менее, серебро вполне достойно и заслуженная награда. От олимпийского чемпиона из Беларуси Сергея Мартынова ждали золото. Тем более, что в финал стрельбы из винтовки и из положения лежа он вышел с первым результатом. Но там дела не задались. Смазанный финиш оставил Мартынова с бронзой. В пятницу очередной день европейских игр в Баку будут выступать белорусские претенденты на педестал во многих видах. В квалификации индивидуальных женских соревнований в стрельбе из лука болеем за Анну Марусову, Екатерину Тимофееву и Елену Толкач. Также не забываем следить за прыжками в воду и женской спортивной акробатикой. Кстати, гимнастки вполне могут побороться за медали. Все утро будут проявлять себя наши грации. Мелитина Станюта и Екатерина Галкина претендуют на медали в индивидуальных упражнениях. Вечером следим за парной квалификацией мужчин и женщин по прыжкам на батуте. А также ждем, если не результатов, то как минимум красивой борьбы от мужского и женского бокса, за которым можно следить весь день. И, конечно, не забываем о мастере малой ракетки Владимире Самсонове, который добрался уже до полуфинала. В четверг в чемпионате Белоруссии по футболу были сыграны заключительные матчи 10-го тура. Минский «Динамо» встречалась с клубом из Луцка. На этой игре побывала наш корреспондент Светлана Сиротко. Для белоголубых поединок с аутсайдером чемпионата был не рядовым. Как-никак «Динамовский клуб» нынче отмечает день рождения. Подготовились все зрители, запаслись шариками и флажками, фонсектор презентовал яркий перформанс. Вот только вечеринка со старта не задалась. В первой половине имени Ники не показали практически ничего. Так что заслуженно уходили на перерыв под свист трибун. А вот вторая часть действа вышла куда лучше. Динамовцы стали давить и на 61-й минуте добились своего. Символично, что 88-й день рождения клуба голом отметил 88-й номер Ненат Адамович. Неплохо смотрелись белоголубые в дальнейшем. Ну а вишенкой на праздничном торте стал гол Фатоса Бечарая. Торжественный салют заготовили не зря. Все результаты игрового тура перед вами. Лишь шахтеру не удалось подтвердить свой статус и взять вверх. В остальных матчах хозяева поля были сильнее. К этому часу о спорте всем. Всем доброго. Смотрите СТВ.